2014 год в Ивановской области был объявлен годом культуры. Его итоги решили подвести на первом в новом году заседании правительства Ивановской области. Приоритетным направлением культурного года стало повышение заработной платы работникам этой сферы. В 2014 году было выделено 202 миллиона рублей. Рост средней заработной платы за 2014 год по сравнению с 2013 годом составил 16%, а в муниципальных учреждениях 21%, что не могло не отразиться на повышении качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Жителям области 2014 год запомнился чередой ярких событий – фестивалями, концертами, театральными постановками. Новый 2015 год обещает быть не менее интересным и насыщенным. Ивановским художественным музеем сейчас прорабатывается вопрос об организации совместного проекта с галереи «Артгид Москва» по организации выставки «Сальвадора Дали». В год 70-летия Победы практически в каждом музее будут организованы тематические выставки. И центральной площадкой станет музей имени Бурылина, где будет представлена выставка «Реликвии Великой Отечественной войны». Также хотелось бы отметить, что в Плёске музеем-заповедниках будет организована выставка, посвященная 155-летию со дня рождения Левитана. Порадовал 2014 год и многочисленными театральными постановками. Свыше тысячи спектаклей посетили 250 тысяч жителей области. Однако в этом году театральное сообщество взволновано сокращением средств на постановку новых спектаклей. «К нам начинают поступать сигналы от профессиональных творческих коллективов об отсутствии финансирования на организации новых постановок и спектаклей в текущем году. Думаю, что такое положение, особенно в год 70-летия Великой Победы, надо считать недопустимым. И прошу и предлагаю внести вопрос на рассмотрение комиссии по бюджетным корректировкам при правительстве Ивановской области». Андрей Кабанов с этим замечанием согласился. Как согласился и с тем, что средств не хватает на многое. А в условиях непростой экономической ситуации и дефицита бюджета приходится еще более тщательно планировать расходы. «Я надеюсь, что мы сможем каким-то образом решить частично эти вопросы. Но когда мы верстали бюджет культуры на этот год, мы отдавали себе отчет, что все-таки, несмотря на необходимость всех этих вещей, главное наше культурное богатство – это люди, которые работают в сфере культуры. И на первое место было поставлено, естественно, выполнение майских указов президента по увеличению заработной платы». 2015 год объявлен в России годом литературы. Проектов и планов в правительстве много. Официальный старт к году литературы в Ивановской области будет дан уже завтра, 21 января. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.